добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать сумку карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала мы намечаем силуэт сумки вместе с ручкой снизу вставляем растение чуть больше чем сверху по бокам одинаковая намечаем сумку видео такого прямоугольника верхняя и нижняя линии будут наклонными и наклон у них будет идти если смотреть слева направо то вверх боковинки также не будут ровные а наклонены немного к центру то есть в левую сторону уголки будут кругленькими мы их закруглим аккуратненько по бокам и ластиком убираем лишние линии для того чтобы не запутаться потом намечаем толщинку с левой стороны и вот эту линию мы направляем немножко вверх углы мы также закругляем и вводим линию наверх она также будет стремиться ближе к центру сделаю немного пошире и вот тут по центру даже чуть ниже середины сумки я опускаю в эту часть которая закрывает сумочку и в ее прорисовываю бока будут более короткими и серединка будет вот так вот немножечко выходить за основной контур и края у меня будут с железными такими элементами подчищаем лишний контур и можно будет начать прорисовывать верхнюю часть здесь вот обозначу верхнюю плоскость и далее прорисую ручку сумки начиная немножечко правее края создавая такую толщинку далее я его ввожу также на правую сторону там тоже также отступаю края вот здесь вот у основания я делаю петлю и элемент такой тоже железный далее у меня идет ручка наверх и немножко изменяет направление таким образом что она у меня начинает сужаться к середине а потом снова расширяться и и проявляется задняя часть ремня и то же самое крепление я делаю с другой стороны также петельку и железный элемент в виде прямоугольника обычного рисунок я выполняла карандаш и камыш б это твердо мягкий карандаш если говорить по-русски им же я начинаю создавать первый тон такой средний серый легкий тон аккуратным раздельным штрихом немножко наклоняя его по диагонали также штриховать можно по форме чтобы не выходить за края постарайтесь делать аккуратненько не выходя за края а пока вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней ждем вас к нам на обучение мы сейчас этим тоном про штриховым полностью всю сумочку в целом обобщают он потому что на нас общее будет по всей поверхности доделываем ручку и начнем дальнейший тональный разбор выявляя более темные светлые плоскости показывая объем добавляем блики и так далее вот это вот часть ручки тоже затемняю аккуратненько и приступаю к тому что беру более мягкий карандашик у меня это мягкой стрибы это мягкость более высокая позволяет набирать темный тон гораздо быстрее и этим карандашиком я начинаю заполнять дальнюю часть ручки в целом она у меня будет такая черненькая темная вообще на самом деле в оригинале эта сумка имеет ручку как по желтую а внутренняя часть у нее черная поэтому в целом у меня левая часть ручки будет посветлее я вот сюда могу только с краю добавить толщинку которая мне покажет что это ремешок допустим из кожи состоит и имеет определенную толщину петельку снизу я затемняю и выделяю немножечко еще железный элемент то же самое делаю с другой стороны под штриховую краешек выравниваю линии и далее приступлю к самой сумке и начну я с того что буду затемнять вот эту область сумки хорошенечко так прохожусь по крошку затемняю его несколько слоев также ввожу линию на нижнюю часть сумки и в целом ее подчеркну там у меня будет такой кожаный элемент и и я подчеркиваю придавая дополнительную толщину этой линии темной аккуратненько соблюдаю конструкцию сумки которую мы намечали карандашиком до этого также я начинаю затемнять в целом вот эту верхнюю часть вот давайте будем называть крышечка которая закрывает содержимое сумки я его начинаю затемнять полностью тем же карандашиком 3b эта часть в принципе будет потемнее можно надавливать на карандаш посильнее обозначить вот эту вот плоскость верхнюю темненькой оставляя светленькая только вот на границах где-то вот тут вот на углу на переломе плоскостей и я оставляю небольшое светлое расстояние можно затушевать тоже немного тоном потемнее и вот тут вот оставляю место подчеркиваю сначала темным тоном где мне будет она располагаться а затем иду немного дальше начиная низа в целом тут вот плоскость я также заполняю темным тоном стараясь штриховать равномерно распределяя аккуратно то так и я до штриховую до самого низа также боковиночку тоже прохожусь тут могу штриховать по форме в местах где у меня край получается потому что если этого не сделаю велика вероятность что случайно выйду за край это делать нежалательно пока что в целом за штрихом эту часть а потом я добавлю элементы вот этих скрепок защитных может быть на уголки таких закрепочек видео железяк еще раз прохожусь с еще одним слоем затемняя левую часть сумки на краешки вот здесь как я говорила ранее добавляю властиком железные элементы светленькие карандашиком подправляю контур чтобы было это аккуратненько так вот у нас получается тут вот нижнюю часть я еще раз затемняю изменяя направление штриха как я и ранее говорила что мы при каждом наслоение немного изменяем направление штриха чтобы в целом он был такой воздушный и мы могли придать пространственность нашего рисунка этот переход чтобы не был слишком яркий по правой стороне можно немножко заштриховать так усилим контраст снизу немножко сильнее подчеркнем в целом в процессе работы от пальчиков вытирайте бумагу чтобы она у нас не затиралась начнем еще штриховать вот эту часть боковинку создавая плавный тональный переход ближе к центру то есть нас от темного к светлому будет растяжка и добавляю падающую тень вот от этого элемента вниз повторяя форму а саму сумочку снизу можно высветлить мастиком потому что там у меня светлый участок будет располагаться челку и где там доработаю детали ручку сделаю более четкие контуры добавлю бликов на железные элементы более ярко их нужно выделить немного потому что металл в принципе он бликует блестит довольно яркий на противоположную сторону тоже добавляю подправляю границы и вот такая сумка карандашом у нас с вами получилось прислайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч